Мы рады вас приветствовать на телеканале «Импакт». Мы говорим о служении, о жизни Божьих людей в эфире программы «Влияние». И искренне рад представить гостя нашего эфира – это Дмитрий Бадю. Приветствую вас! Приветствую! Друзья, краткая визитка. Дмитрий Бадю – глава Объединения Союза Христианских Церквей Украины, пастор церкви «Альфа» в городе Киеве. В браке с Еленой 33 года, у их трое детей и трое внуков. Поздравляем! Вы дедушка и бабушка уже. Дмитрий, искренне благодарны вам за то, что у нас есть возможность с вами пообщаться и услышать о том жизненном пути, который вы уже прошли. Искренне верим, что через это свидетельство прославится наш Господь. Первый вопрос хочу вам задать. Расскажите, пожалуйста, в какой семье вы родились? Кто были ваши папы, мамы, дедушки, бабушки? Ну, я родился в христианской семье. У меня и бабушки, и дедушки с одной и с другой стороны были верующие. И я верующий в пятом поколении. В пятом поколении? Слава Господу! Ну, так вот получилось. Поэтому и служители были в роду, бабушкины братья были пресвитерами, и прадедушка был служителем, поэтому служителей хватало. Да. И вот я очутился тоже служителем. Но вы же еще ответственны за объединение, а теперь еще и епископ. Да, да. Слушайте, как, я думаю, приятно в вашем бы дедушке и бабушке знать бы, что вот их внук тоже будет служение, и в серьезном служении. Поэтому, дорогие друзья, действительно, мы искренне верим, что наши дети и наши внуки и правнуки будут также служить Господу. Аминь. Иммиграция в Америку, это были 90-е годы, Советский Союз, насколько она была сложная, неизведанная, как вы вообще переезжали, легко было ли? Ну, это был конец 80-х, тогда достаточно большой поток верующих шел из бывшего Советского, ну, тогда Советского Союза. Кто-то эмигрировали в Америку, Канаду, кто-то в Австралию, кто-то в Израиль, тогда многие ехали по израильским визам, вот. И в 89-м году мы выехали из Советского Союза. Ну, кто тогда выезжал, он знает всю эту схему, лишение гражданства, предателя Родины и так далее. А почему Америка? Сложно сказать, вот как-то у нас не было здесь ни родственников, никого, ну, вот, папа такое решение принял, едем в Америку. Сколько вам лет было? Мне было 18. Хорошо. Я впечатлен, честно скажу, что вы, приехав в Америку, поступили в Далласский, Техасский, христианский, это университет? Это институт. Институт. Christ for the Nations, да. То есть вы имели уже английский язык? Ну, да, ну, когда ты молодой, оно быстро все учится. Слушайте, получили библейское, американское образование, это шикарно. Прожив всего лишь один год, вы принимаете радикальное решение вернуться на служение в Украину. Как, что, что это? Ну, мы прожили два года, и уже я был женат, к тому времени я рано стартанул. Вот, у нас уже был ребенок несколько месяцев, когда мы приняли решение ехать назад служить. Но пока я учился, я внутри понимал, что Господь призывает служить. Мы не знали, как долго это будет и в каком месте, но мы четко понимали, что это должно быть территория бывшего Советского Союза. Почему Мелитополь? Мелитополь получился нечаянно, так скажем. Вот, потому что у нас были предложения, была такая организация Calvary International, и у них была библейская школа в Елгове, в Латвии. То есть меня приглашали туда быть преподавателем, деканом. Вот оно как. Да, и наш институт планировал делать филиал в Минске. Поэтому две вот такие точки мне предстояло исследовать. Вот я поехал просто в начале 92-го года, чтобы там побыть, пообщаться, посмотреть, помолиться. Вот такая разведка боем, скажем так. Вот, и естественно, в конце заехал в Мелитополь, потому что это мой родной город, там у нас церковь начиналась и все. И получилось так, что пастор церкви, в которой я был, он говорит, мне нужно ехать учиться в библейскую школу. И вот я молился, и мне Господь сказал, что ты должен остаться вместо меня. Как правильно он с вами разговаривал. Да, он верующий, поэтому. Я говорю, ну я не собирался возвращаться в Мелитополь, как бы это не было пределом моей мечты. Но я сказал, окей, я помолюсь, раз Бог тебе сказал, ну как бы он мне что-то должен сказать. И я вернулся в Штаты, мы с женой начали молиться об этом. И в конечном итоге получилось так, что Господь нас привел опять в Мелитополь. Мы думали, что это ненадолго, буквально там год-два, и мы вернемся опять в Америку, и дальше уже там будем рассуждать. Мы вернулись в 1994 году, у нас родился второй ребенок. Вот, и я работал, зарабатывал финансы, чтобы идти дальше учиться. Я планировал поступить в DBU, это Dallas Baptist University. Вот, и в один день я был на службе, ну я в секьюрити работал, в охране. И... То есть вы еще и подрабатывали, и учились? Да. Ну надо же за все платить, Америка странная такая. Да, но в Америке и пастыря иногда работают на второй работе. Я работал на двух работах, вот, и я сидел в патрульной машине, молился, утром рано это было, и мне Бог говорит, что ты тут делаешь. Ого. Ну, короче, чтобы долго не рассказывать, мы вернулись опять в Украину, причем опять же в Мелитополь. Вот, и с того времени мы вместе там служили с пастором Владимиром, Владимир Токарев, он сейчас живет здесь, в Сакраменто тоже, в 2012 году он переехал сюда. И мы вместе служили, моя ответственность была за начало новых церквей в нашем регионе, это Юго-Восток Украины. Какой год, вспомните, пожалуйста. Ну вот, в 94-м в конце мы вернулись, и вот где-то мы начали более плотно работать, 96-й, 97-й, 98-й года. Время пробуждения. Да, да. То есть, насколько я слышал от вашего служения, что вы были и в Запорожской области, и были в Херсонской области, в Донецкой. То есть, в этих областях вы много трудились. В чем именно заключалась работа? То есть, открытие церквей? Да, это было открытие новых церквей. То есть, тогда... Что это за время было? Знаете, у многих тогда было такое понимание, что нам нужно идти в каждый город, в каждый поселок, в каждое село и проповедовать Евангелие. Поэтому у нас были группы служителей, мы выезжали в разные города, поселки. Были люди, которые каялись, приезжали на какие-то там наши проекты. И в конечном итоге мы, ну скажем, начинали церковь поместную, в том или ином регионе. Работали с пасторами, с лидерами и так далее. Ну, то есть, тогда это было абсолютно естественно. Очень многие в Украине, разные объединения, разные динаминации, все этим занимались. И такой рост был достаточно бурный в Украине. Слава Богу. Да. Как так, что вы переезжаете на служение на полуостров Крым? Как в Крым попали? У нас одна из наших церквей, которую мы начали в 98-м году, была в Симферополе. Было служение, пастор там был хороший, из Мелитополя мы его туда отправили. Потом были некоторые проблемы в церкви, в руководстве. То есть, это не был вопрос греха или еще чего-то. И мне пришлось переехать туда и взять на какой-то период эту церковь. Опять же, я думал, там немножко восстановится все. Но получалось так, что мы там задержались на 8 лет практически. Приятно слышать, вы говорите. Ну, мы думали на годик, на два в Мелитополе были определенные периоды. В Крыму тоже думали на короткое время, а 8 лет. Какая тогда была Крымская церковь? Сколько людей было? Как вообще вы трудились там? Ну, у нас, скажем так, когда уже мы там выровняли все, ближе к 2014 году у нас порядка 600 человек было. Слава Господу! Город Симферополь, это столица Крыма. Да. Приходит 2014 год, оккупация Крыма, российской армией. Что это за время? Как вы вообще восприняли это все? Как вы отреагировали? Как церковь себя вела? Ну, во-первых, было не очень понятно, что происходит. Потому что, ну, как бы это в информационном поле это все было. То есть, зашли военные без опознавательных знаков, то есть, везде, по всему городу, по всем объектам, все закрыли, вокзалы, аэропорты и так далее. То есть, ситуация непонятная, ты не понимаешь, что происходит. И выехать же не можешь? Ну, как бы выехать ты можешь, но все разворачивалось достаточно быстро, поэтому у людей, у них даже не было мысли, что надо выезжать, оставаться. Никто не понимал. Это 22-й год уже более понятный был. А в 2014 году было вообще ничего не понятно, что происходит. Вот. Но, как бы все эти события знают, помнят. Мы оставались какое-то время в Крыму. Но, так как мы граждане США, вот, и у нас есть вид на жительство постоянный в Украине, нас оттуда попросили. По-хорошему. Да. То есть, это вашу семью служителей или еще кто-то был в церкви тоже такие? Ну, тогда была уже процедура, скажем, там, получения паспортов и так далее. Ну, я там в детали вдаваться не буду, но она тоже, у кого-то была простая, у кого-то непростая. Все зависит от твоих взглядов, скажем так. Ну, естественно, американцы есть американцы. То есть, мы заговорили о том, чтобы там получить вид на жительство, чтобы можно было остаться. Нам сказали, что вам нужно отказаться от гражданства американского. Да, конечно. Да. И тогда мы, возможно, рассмотрим ваш вопрос, дадим вам временный вид на жительство и так далее. Ну, сказали, ну, вам оно не надо. Сделали невыполнимые условия для того, чтобы просто уехали. Да, да. Ну, нам дали 10 дней на то, чтобы мы могли собраться и выехать. Как вы отреагировали, когда эти церкви все дружненько забрали в другие союзы России? Так легко? Приобрели их? Без спроса? Как вообще ваша реакция была? Ну, на тот момент мы как бы без драмы к этому относились, скажем так. Потому что нужна была и регистрация, и как бы, то есть, все оно происходило достаточно плавно в Крыму, без каких-то там военных действий и так далее. То есть, это не то, что было на Донбассе впоследствии. Вот, поэтому там не возникало каких-то особ... Понятно, что внутри церкви были трения между одними взглядами и другими. Кто не захотел оставаться, тот уехал. Достаточно много людей уехало, когда уже было все понятно. Вот. Поэтому процессы были непростые, но недраматичные, скажем, как сейчас. Было ли тогда преследование христиан-верующих, как это в настоящий момент происходило? Я не скажу, что было преследование. Не видели бы, да? Нет. Преследования не было как такового, но то, как, допустим, в России происходит формат, скажем так, работы с церквями со стороны госструктур, там это все начало происходить. То есть, сотрудничество с КГБ и так далее? Да. То есть, ФСБ на служениях, там контроль, анализ, сбор информации и так далее, и так далее. Ну, то есть, для них это абсолютно закономерная тема, для украинцев это непонятная схема вообще. Эта схема не работает для Украины? Не работает. То есть, в России, получается, скорее всего, все церкви так работают? Ну, не скорее всего, а так и есть. Ваш переезд в Мелитополь после того, как это все случилось. Какая она, Мелитопольская церковь? И какая вообще обстановка в городе? Как вы вообще трудились? Вспомните это время. Ну, Мелитопольская у нас, в принципе, в городе все церкви достаточно крупные были. То есть, это 500? 500, да, и выше. И выше. Слава Богу, это спасенные люди. Да, да, да. То есть, у нас процент верующих людей в городе был достаточно высокий. Церкви большие, церкви все имели свои здания, как бы развивались очень хорошо. Хорошее сотрудничество было с руководством города у нас. И много всего делалось в городе совместно с городской властью и так далее. То есть, церкви... Вы имеете в виду, давайте уточним, совместно с городскими властями, вы не сотрудничали, что сдавали все данные, а вы просто делали какие-то проекты на уровне города. Конечно, там день города, допустим, когда там священники могут выйти помолиться, там поблагодарить Бога за прошедший год. Такое, можно сказать, день благодарения на уровне дня города. Отлично. Вот. Потом мероприятие, там день семьи. Отлично. То есть, власти могли обратиться, сказать, вы можете провести там праздник для всего города. Да, конечно, можем. Вот. Плюс у нас все церкви практически между собой взаимодействовали. У нас был такой межконфессиональный совет в городе. Слава Богу. Куда входили все конфессии практически. И понятно, что мы там не проводили там совместных литургий, потому что каким-то конфессиям это запрещено. Но какую-то совместную там социальную работу, благотворительную работу там и так далее. То есть, город нас воспринимал не как сектантов. Город нас воспринимал как церкви города Мелитополя. С уважением относились и так далее. Вот. Поэтому у нас было какое-то определенное влияние на город, и люди нас воспринимали. Мы могли проповедовать Евангелие. Вот. То есть, на церковь уже не смотрели так искоса. То есть, верующие имели авторитет в городе. Да. 2022 год. Россия, он опала на независимую Украину. Буквально на следующий день Мелитополь был в оккупации. Вспомните, пожалуйста, тогда вообще, что случилось? Какие вопросы вы задавали Богу? И какая она, церковь, в оккупации? Ну, скажем так, информация к нам приходила уже заранее, потому что она гуляла и в Украине, и все. Я думаю, что все понимали, что что-то будет происходить. Никто не знал, в каких объемах, в каких масштабах это будет происходить. Но мы, опять же, вот там с братьями, служителями, мы обсуждали эти вопросы. Мы на всякий случай готовились. Потому что мы не знали, как произойдет все. Мы создали определенный протокол, что мы будем делать, как мы будем делать. Но никто не знал, что это будет так интенсивно. Плюс мне, как гражданину Америки из посольства, информация постоянно приходила, чтобы покинуть эти территории и так далее. Были какие-то даты, когда покинуть? Даты не было, не было дат. Но буквально там за месяц уже начали приходить некая информация. Естественно, посольство Америки тогда тоже выехало из Киева. И вот поэтому уже понимали, что что-то будет происходить. Но мы приняли решение не выезжать, потому что я пастор церкви, я не могу там при первых же переживаниях собраться и уехать. Поэтому мы остались. Ну, а все началось достаточно так серьезно. Утром 24-го у нас был прилет ракет. У нас военный аэродром транспортный большой в Мелитополе. Поэтому прилет ракет, взрывы, весь город подпрыгнул. Кто сразу как бы сообразил и собрался и поехал, тот успел выехать. До 12, до часу дня люди выезжали. Потому что уже утром мне позвонили из Геническо тоже и сказали, что уже наш город взяли, готовьтесь, 2-3 часа будут у вас. И мы поняли, что процесс достаточно серьезный. Поэтому первые 2-3 дня уже вокруг нас разворачивались достаточно бурные события. Какая ваша была реакция вообще? Во-первых, никто не мог такое даже представить, что реально братская страна может поступить так не по-братски. И вообще, вы с Богом говорили вообще? Господи, что это такое вообще? Вы знаете, скажем так, у меня Богу не бывает претензий по таким вопросам. Вот оно как. Да. Почему? Потому что я такой, я верующий, но я прагматик. Я понимаю, что мы живем в греховном мире, и в греховном мире постоянно что-то происходит. И будет случаться. Да. Мои отношения с Богом, это мои отношения с Богом. Но находясь в этом мире, каким-то Богом меня это будет тоже касаться. Я же не изолирован. Как Иисус говорил, я не прошу тебя, Отец, убрать их из этого мира, но сохранить их от зла. Поэтому я понимал, что вещи происходят неадекватные. Я не паникер. Обычно, когда что-то такое происходит, сложное, я наоборот мобилизируюсь. У меня мозг начинает работать четко, ясно. Я четко понимаю, что нужно делать и так далее. Кстати, что вы церкви говорили? Во-первых, у нас много людей в церковь сразу хлынуло. Потому что, когда вокруг начались боевые действия, взрывы и так далее, у нас в церкви жило достаточно много людей, детей. Мы их кормили, поили, молились вместе и так далее. Потому что все не понимали, как, что происходит, насколько надолго. То есть вопросов было больше, чем ответов. Поэтому, естественно, мы молились и вели себя, как обычная украинская церковь. Практически каждый день мы встречались. У нас уже был комендантский час. Естественно, там у нас с шести вечера до семи утра поначалу был комендантский час. Поэтому только он заканчивался, мы там в церкви собирались. Но люди по городу практически не перемещались. То есть все боялись, город был наполнен военными, техника шла постоянно. И люди просто были в шоке. Они не знали, как реагировать. О чем вы тогда вообще молились? Молились о том, чтобы Бог сохранил жизнь людей, сохранил город. Молились, опять же, за освобождение Украины, чтобы это все закончилось и так далее. У нас сложности даже были с интернетом, со связью. Не поймешь, где что происходит. Но постоянно все эти процессы все отрубили. Даже был такой момент, когда мы вспомнили, что можно радио слушать коротковолновое. И мы нашли там в гараже старый приемник. И давай слушать, потому что связи вообще никакой не было. Информации вообще никакой не было. Вот как перекрыли все. И вы уже прошли старый дедовский метод, и радио можно провести. Да, да, да. И мы начали уже слушать, антенну кинули на крышу. Надо же как-то получить информацию, что в мире происходит. Вот они как делают. Отрезают всю информацию от реальности. И вы не знаете, что происходит. То, что они вам говорят, это может быть абсолютно неправда. Что там Украина капитулировала или еще что-то. К сожалению, задам следующие вопросы. Вспомните, как они пришли в церковь. Что они вообще вам говорили? Как вот этот момент новой власти. Ну, вы знаете, первое время не трогали никого. То есть они в городе находились. Какой месяц, два? Где-то порядка, наверное, пару недель. Пару недель. Пару недель никого не трогали. И вот то, что мы начали, как священники города, мы начали собираться на площади центральной каждый день в 12 часов. Мы так договорились, что каждый день в 12 мы там будем. Есть связь, нет связи. Мы там кто может собирается. И мы просто молились за всю эту ситуацию. Военные нас не трогали. Они были все вокруг, стояли, смотрели на все эти мероприятия. И потом начали люди, обычные жители, подключаться к этим всем. И потом это переросло в такие протестные митинги больше. То есть люди собирались. И мы уже как бы были отдельно, мы молились. А люди просто собирались каждый день на 12. И они проходили по городу с протестными митингами. Тогда достаточно большое количество людей. Много молодежи. И я думаю, что на тот период просто все военные русские, ФСБ, они наблюдали за всем этим делом. То есть первое время они в основном выискивали военных, таких людей, которые где-то были с чем-то как-то связаны. Работников полиции. Если находили, убивали? Нет, не убивали, арестовывали. Забирали в Россию? Нет, не всех. Кого-то забирали. Но в основном все оставались где-то в местных каких-то местах, где содержали арестованных. Потом арестовали, но мэр тоже остался в городе, некоторые люди из власти остались, потому что начались погромы по городу. Появились какие-то люди очень интересные, новые в городе. Ну, привезли там более 20 автобусов каких-то интересных людей, которые громили магазины и так далее. И вот люди начали защищать свое имущество, вплоть до того, что мы тогда там проговаривали в организации милиции народной, потому что никто никого не охранял. То есть полиции в городе не было на тот момент. Все силовые ведомства, они вышли до этого. Но мэр и его помощники, они все остались, потому что нужно было вести коммунальную деятельность города. И вот они как могли все это дело организовывали, делали и так далее. Мы как священники встречались с ними тоже, периодически молились и так далее. Потом мэра арестовали. Пять дней он был в заключении. И потом его обменяли, и на территорию Украины его выпроводили. И с этого момента уже все пошло совершенно в другом ключе. Извините, заставлю вас вспомнить. Вы провели 8 дней в плену. Как так случилось? И как вы вообще остались живы? Ну, во-первых, я думаю, что первое время они просто изучали, кто в городе есть кто. Они собирали информацию. Информации, активные и так далее, и так далее, и так далее. И вот, получается, мэра выпустили 16 марта. Я помню, потому что день рождения моей жены. Я еще говорю, вот тебе подарок на день рождения. Кстати, в Крыму референдум тоже был на ее день рождения. Поэтому у нас с этим дом такие. Я говорю, хоть переноси день рождения. Не очень даты, да. И 19 марта пришли ко мне домой. Они уже знали, где я, что я. Судя по всему, за мной наблюдали. Потому что я все это время, я постоянно был в городе. И ездил, занимался. Поиск продуктов, финансов, закупка, развоз. Потому что не все хотели по городу ездить. Было страшновато. Много техники, танков по городу. Переедут и не поизвиняются. Переехать могут расстрелять, если ты там в колонну где-то въехал, не туда. Вот такие случаи тоже были. Поэтому я так думаю, что за мной наблюдали. Уже когда ко мне пришли, утром пришли целенаправленно. Потому что я так жил, что меня так просто не найдешь в таких переулках. Надо знать, куда идти. Надо знать, куда идешь. И соседи, они говорили, квадрокоптер над вами летает. Ну, как бы я уже понимал, что уже отслеживают. И утром зашли, человек 15, наверное, так, на машинах военных. Все, брали как наркобарона. С щитами, с полной амуницией. А вдруг украинский пастор еще и вооружен? Ну, конечно, 100%. Ну, я не единственный. До этого были ребята там у нас церковь новое поколение, МХЦ. Сергеев, Виктор, его дети тоже самое. Та же самая ситуация была. Я вообще-то шутил, когда говорил вдруг. Потому что это нереально, но вы представляете, то есть вы пришли как на разбойника. Да, ну, я пошел двери открывать, потому что жена увидела, как они прыгают через забор. Мы утром уже не спали, в 6.30 мы уже там писание почитали, кофе попили, как бы наши такие традиционные. И вдруг мы видим, они прыгают через забор, открывают ворота, все везде вокруг дома. И зашли в дом, обыскали весь дом, меня допросили отдельно, семью в комнату отвели. Что забрали? Забрали все, телефоны, компьютеры, все носители, все документы забрали, все сгрузили. И меня забрали в церковь повезли. То есть они знали и адрес, ну, как бы все. И вопросы, которые они задавали, они как бы владели информацией, то есть кто-то что-то обо мне говорил. Уже кто-то рассказал. Да, уже кто-то рассказал, рассказал достаточно много. Обыскали церковь точно так же, из церкви тоже забрали там все электронные носители, компьютеры, финансы, документы, все забрали. И потом мне одели мешочек на голову, черненький, и повезли уже дальше. Ну, как бы у нас город небольшой, я примерно понимал, куда меня везут. Меня в городе ли полиции держали, там камеры предварительного заключения. Их там немного, но там, видать, держали кого-то там. Как вам, как вы эти 8 дней провели? Интересно, что спокойно. Ну, слушайте, вы как служитель, вы понимаете, что вам должны быть примером во всем. Если некому возить, развозить помощь, вы развозите. Если кто-то уезжает, вам надо остаться. Если арестовывают, то надо пройти это достойно. Это же действительно достойно примера. Ну, я не единственный такой. Поэтому я вообще из себя там героя какого-то не делаю. Но пастор должен быть таким. Ну, да, скорее всего. Ну, как бы, ну, там все служители, которые были в городе, достаточно много людей, там, братья, сестры, все служили. То есть я не склонен к тому, что вот я такой вот единственный класс. То есть ваше поведение – это обычная реакция украинского служителя? Ну, скажем так, да. Слава богу. И все-таки 8 дней. Да. И, ну, камера такая себе была. То есть все разбито, все разбабахано. Условия как бы не очень. Еще кто-то был или вы были сами? Нет, мы там все сидели в одиночках. Не выходили, только на допрос выводили. Хорошо. Мы не пересекались с людьми, но было слышно. Потому что когда велись допросы, меня не трогали, меня не били. Других допрашивали больно. То есть мужики орали очень сильно. Какую информацию им нужно было узнать? Ну, я думаю, что у каждого разную информацию. А у вас? Узнавали. Ну, я, как традиционно, я сотрудник ЦРУ. Ой-ой-ой, потому что у вас американский паспорт. Да, да, да. Плюс, как бы, я имею отношение пастор протестантской церкви. Это им очень не нравится. Это уже не нравится. Ну, и плюс я руковожу подпольем. Всеми протестами там и так далее. Ну, я думаю, что они каждому это рассказывали. Поэтому. У них уже есть заготовка. Чем угрожать, чем это манипулировать? Есть шаблон. Как бы они предсказуемые. Потому что я, ну, много раз пересекал российскую границу. И всякий раз со мной вели разговор с пристрастием. Поэтому я, как бы, уже был. Знали, что они спрашивают? Конечно. Почему вы остались живы? Ну, во-первых, я думаю, что это милость Божья. Потому что в их планы это не входило. То есть первый допрос, именно военные, они сказали, что у нас к вашей семье большие претензии. Особенно к тебе, мы за тобой наблюдаем с 2014 года. У тебя билет в один конец. Я спросил, что это означает. Они говорят, у нас приказ тебя грохнет. Поэтому иди молись, что там тебе нужно. Занимайся. Готовься. Подготавливайся. Вот это первый допрос. Там были и военные, и ФСБ, и контрразведка. Все. Потом, судя по всему, информация полетела по всему миру. Потому что я такой один, наверное, из первых был в начале полномасштабной войны. Информация полетела везде. Друзей много у меня. То есть подключилось очень много всех. И посольства, и сенаторы штатов разных, и представители штатов, и госдеп и так далее. То есть, причем с разных стран. И с Израиля, и там вплоть. Ну, короче. Я впечатлен вашими членами церкви. Потому что только у них был шанс это рассказать дальше. И по Америке очень много было корреспонденты нашли моих родителей. Нашли мою старшую дочь. Целые программы. То есть информация полетела. За три дня информация разлетелась по всему миру. И они тут же поменяли отношения ко мне. То есть уже военные ко мне не приходили. Контрразведка не приходила. Только сотрудники ФСБ. И уже остальные допросы были в самой камере. То есть меня уже по коридорам с мешком на голове не таскали. И уже начался процесс такой переговорный. А давайте работать вместе. Все-таки у них была попытка или желание завербовать вас? Конечно. Я думаю, что они со всеми это делают. Что они предлагали? Деньги. Большие? Да. И есть люди, которые все-таки могут быть искушаемы этим? Конечно. Невозможно узнать, кто все-таки согласился сотрудничать? Нет. Я думаю, что это работа уже наших спецслужб, которые все эти темы прорабатывают. Но вы же понимаете, что кто-то согласился? Конечно. Они могут быть сейчас у нас в церквях здесь? Сложно сказать. Но в Украине могут остаться? Могут. Как произошло ваше освобождение? Им дали приказ. Для них абсолютно неожиданный. Судя по всему, там обо мне шло... Ну, не судя по всему, я знаю. Шли переговоры на уровне Министерства обороны России. Даже так? Да. Потому что участвовали даже из России, кто вел переговоры. И поэтому, хотя у меня днем был допрос, вечером, ну, я не знал времени, потому что у меня ни часов не было, ничего. Там условия были у тебя, ни зубной пасты, ни щетки, ничего. Спишь на досках. Ну, и мне кажется, самое главное желание жить, это все вам помогало. Семья, дети, внуки. Да. Ну, ты не понимал. Ну, я приспосабливался. Я там и камеру убрал, там, и себе календарь на стене сделал. И они на меня смотрели, у меня там такая кличка, наверное, была странной. Странной. Я был очень странный. Вы по-другому себя вели, не так многие. Да. Я вел себя по-другому. Даже один момент, когда тот, кто меня допрашивал, там, они все в масках были, то есть я только глаза видел. Ага. И он говорит, вы каким-то гипнозом обладаете? Я говорю, нет, а почему вы спрашиваете? Ну, вы так смотрите, как вроде вовнутрь. Ага. Я говорю, да это не гипноз просто. Он говорит, никто нам в глаза не смотрит. Вы смотрите. Вот оно что. Я говорю, ну, я не чувствую себя виноватым. Я у вас ничего не украл, не забрал. Я ничего не сделал такого предосудительного. Я не заслуженно здесь. Ну, да. И поэтому я смотрю в глаза. Ну, во-первых, мне смотреть больше некуда. В маске мы разговариваем. Поэтому, ну, как бы так. То есть у меня не было там страха, у меня не было паники. Я там не умолял никого, ничего. Вот. И я спокойно разговаривал, четко понимал, как бы, их логику вопросов. Ну, Дмитрий, давайте так. Ну, вы же понимали, что надо быть готовым, даже если Бог заберет. Конечно. Мы вымолили. Какая молитва была вообще, Господь? Да я просто, я, во-первых, на первом допросе они спросили, что тебе что-то надо? Я говорю, да, привезите мне Библию. У меня там в церкви, в офисе есть Библия и спальный мешок. Потому что тут, ну, нереально. И они привезли. Поэтому я читал Библию, молился. Мне, ну, как бы, Бог по-особенному наполнял вот таким миром и покоем. Заботился. Да. Вот когда война началась, я даже начал проповедовать в церкви. У меня тема таких проповедей была «Избери радость». Потому что апостол Павел в послании филиппийцам, он же тоже в тюрьме был. Да. Он пишет о радости. Да. Великой радостью принимаете когда. И еще раз говорю, радуйтесь и так далее. То есть я об этом говорил людям. Я говорил о том, что нам нужен мир Божий. Иисус говорит, я даю вам свой мир, не так, как дает этот мир. То есть мы можем иметь какие-то вещи, независимо от каких-то внешних факторов. То есть для Бога нет там стен, там еще каких-то. Поэтому я чувствовал себя сверхъестественно хорошо, скажем так, находясь в тюрьме. Ну, если можно так назвать хорошо. У меня не было паники, там, страха. То есть вы говорите о духовном мире, о духовном спокойствии. Мы не говорим сейчас об условиях, когда вас там выводили в любое время на допросы, издевались, не давали спать и так дальше. Хотя бы не били, слава Богу. Если вы не были пастором, сложнее было бы? Я не знаю. Понял. Я такой человек, я не люблю строить какие-то версии, которых может и не быть. Да, да. Восемь дней приходит, как они освободили? То есть вы говорите, они не ожидали. Они не ожидали. Они вечером приходят, тот же, кто со мной постоянно, и говорит, все, ты идешь домой. Я говорю, неожиданно. Он говорит, ну, для нас это тоже было неожиданно. Потому что последние дни они меня начали уже говорить о том, что, скорее всего, пару месяцев ты тут пробудешь, потом мы тебя переведем в Москву. Вот. То есть это были их планы. Все-таки гражданин Америки, чтобы выменять на какого-то... Скорее всего. Какого-то бандюка выменять. Да, недавно обмен произошел, мы знаем это. То есть я понимал, что если меня не убили, значит, уже какой-то процесс идет. И в конечном итоге какой-то обмен все равно состоится. Ну, да, только вопрос времени. Вопрос времени. Я не знаю, сколько я буду и как дальше будут разворачиваться события. Вот. Ну, во всяком случае, они меня привезли домой. Даже когда с камеры выводили, уже без мешка на голове. И аккуратно, не ударься там... Ну, как, вывели из самой тюрьмы с мешком, а уже дальше как бы в машине сняли и поехали. Привезли домой. Обычно всех, кто был там арестован или в плену, их домой не возили. В лучшем случае в городе где-то выбрасывали. В худшем вывозили за город и... То есть все-таки вот это ходатайство через американских консулов, то есть верующие, которые подняли... Ну, не знаю, такое ходатайство за вас, все-таки оно... Это была божья забота о вас и сохранила вам жизнь. А вы знаете тех служителей, которые не вернулись? Или вы тогда еще не застали такое время? Тогда я не застал еще такого времени, потому что все это набирало объем. Мы еще тогда не знали о Буче, об этих всех местах, о Харьковской области. То есть у нас даже страха не было, потому что мы не имели этой информации. Следующее, буквально через короткое время, вы переезжаете в Польшу. Как вас встретила Польша и вообще этот этап вашей жизни в Польше? Расскажите об этом. Ну, мы ехали в Польшу, потому что у меня друзья в Польше. То есть вам по-любому надо было уезжать? Да. Нам, после того, как меня выпустили, мы приняли решение, что мы будем уезжать. Хотя они приходили домой каждый второй день. Они пришли на служение. Ну, как бы они попросились, можно мы будем поприсутствовать на служении? Ну, а как я откажу? То есть вы все-таки в церковь пришли, еще попрощались? Конечно, конечно. Я еще провел несколько служений, рукоположил служителей, как бы, из тех, кто там остался. То есть церковь была в курсе, что я уезжаю. То есть это не было таким... Американский паспорт в данном случае заставляет вас уехать? Да. Ну, я понимал, что, хотя они убеждали меня, чтобы я остался, у меня достаточно много бизнеса было в городе, который забрали благополучно. Вот они предлагали, чтобы я вообще возглавил всю эту тему бизнес-структур по городу. Хотели коллаборантом вас сделать? Да, да, да. Ну, это же хорошо. Американский гражданин. Да. Живет на оккупированных территориях, там, руководит парадом. Какой эфир для новостей? Да. Ну, я, кстати, в российских новостях достаточно много мелькал. По какой причине? Программы, которые вот «Россия-1», я присутствовал на этом канале, то есть они показывали оккупированные территории, как бы, что там происходит. Ну, я как работник спецслужб в одной программе, у него три паспорта американских. Ну, как бы, если бы был у меня американский, израильский еще какой-то, оно было бы логично. То есть это программы, в которых просто на вас наговаривали, делали вас там врагом народа, и только обозляли людей, что вот, смотрите, в Украине такие пастыря. Ну, всех пастыров песочили, все пастыра практически это работники спецслужб. — Насколько Польша многое сделала для украинского народа? — Очень много. — По-моему, самое большее оно для нас сделало. — Да, поляки на себя приняли основную волну людей-беженцев. И то, как они отреагировали, ведь у поляков тоже не очень хорошие отношения с русскими, с украинцами, скажем так, получше, но они очень обособлены в этих вопросах. Но вот вся эта ситуация настолько их изменила сильно. И огромное количество людей, которые находились в Варшаве, ну, не только поначалу, там где-то через год, вот, когда мы уже там служили, было около миллиона украинцев только в Варшаве. То есть это каждый третий житель Варшавы наш. — Как же они послужили? Как они во время войны, вот, действительно, война — это не только испытание же для Украины, это испытание для всех других стран, как они будут себя вести. Кто-то... Кстати, какое ваше отношение к тем людям, которые хотят быть нейтральными, которые оправдывают войну? Почему? Америке нельзя нападать, Россия тоже нельзя. То есть как вы относитесь к... Вот люди, которые нейтральны, или... Я сейчас говорю о верующих людях. Верующих, которые так себя ведут. Вы знаете, легко рассуждать на какие-то темы, когда ты в стороне от всего происходящего. Ну, наш народ, он вообще такой, знаете, специалист. Я кажусь, в Украине спидвал увиднишь. Вот. И мы готовы руководить страной, мы знаем как, да, вот, там, президент ничего не соображает. Вот надо так делать. Мы готовы руководить фронтом, мы знаем все нюансы геополитики, мы знаем, кто правильный, кто неправильный. И вот я так думаю, что это некая глупость народная среди славян. По какой-то причине мы все знаем. И знаем, почему Бог так делает. И знаем, почему Бог так делает. У нас есть ответы на все вопросы. И когда я на это все смотрю, знаете, меня тоже периодически пытались там переубедить. Все не так однозначно. Говорю, ребят, я там был. Ну, для меня, знаете, есть простые прагматические вещи. Вот вы можете говорить там, украинцы сами виноваты. Или там, ну, еще какие-то там. Ну, еще сто причин, да. Да, миллион причин. Я говорю, послушайте, вот есть все просто. Вот вы, допустим, живете в Америке, да, вот я говорил там с людьми, которые в Америке проживают. Вот у тебя есть дом, у тебя есть жена, дети, у тебя есть бизнес, там, автомобиль. Вот представьте, приходит какой-то человек с автоматом. Все забирает. И насилует твою жену, убивает твоих детей, забирает твой дом, машину. И ты сидишь вот где-то рядом на тротуаре, и тебе все подходят и говорят, надо любить, надо прощать, надо вот как бы себя вести по-христиански. И вот ты сидишь со всей этой информацией и думаешь, жена изнасилована, дети убиты. Даже если я прощу там или еще что-то, оно ж ничего не поменяется. Выходят эти люди и говорят, давай будем договариваться, ну что ты так напрягся, все ж ну как бы, ну ничего, ну повздорили, теперь давай договариваться. Когда человек попадает в такие обстоятельства, он говорит по-другому, он мыслит по-другому, у него другие эмоции и так далее. Поэтому мы можем говорить о геополитике, это совершенно другая тема, и перед нами никто не отчитывается. Но есть практические вещи. Когда ты что-то теряешь, реальное, ты мыслишь совершенно по-другому. И каждый человек для себя сам принимает решение, как ему реагировать на то или иное событие. Спасибо вам огромное. Друзья, сегодня у нас прямой эфир, глава объединения Союза Христианских Церквей Украины, пастор Церкви Альфа в городе Киеве, в браке с Ильиной 33 года, трое деток, трое внуков, Дмитрий Бодю. Спасибо вам за то, что вы поделились тем, через ту боль, которую вы прошли, но через это все вы отдаете славу Господу, что с Богом вы могли это пройти. То есть вы говорите, мы его не паниковали, какое-то спокойствие было, какая-то забота была, какое-то внешнее было. Какую вы видите Украину после войны? Знаете, я думаю, что сейчас в Украине происходит серьезное переформатирование. Не только на уровне государственности, но и на уровне церквей. Сами церкви переживают достаточно серьезный процесс перемен. Много уехало людей, много уехало верующих, много уехало служителей, это тоже вызов. Они имеют на это право, то есть я сейчас не говорю, правильно это или неправильно, каждый человек сам для себя принимает решения в тех условиях, в которых он находится. Очень много новых людей приходит в церковь. Есть церкви, особенно ближе туда, к фронту, которые обновились на 80%. Слава Богу. И вот ты смотришь на этих людей, они ничего не знают. Ты выходишь проповедовать, начинаешь рассказывать про Давида, еще про кого-то, они не в курсе, кто такой Давид. И все эти библейские персонажи для них абсолютно неведомы. То есть тебе нужно начинать с абсолютных азов в работе с этими людьми. Не хватает служителей, ну и так далее. Но что делал я последнее время, вот, скажем, год, как мы начали этим заниматься, потому что первый год люди были в таком состоянии прострации, они вообще не знали, что делать, как делать, не было ни планов никаких, ничего. Просто вот выживали каждый день и закрывали вопросы, которые были на повестке дня. Но вот с пасторами мы начали обсуждать и говорить о том, что, друзья, нам нужно быть пасторами. Мы не можем только лишь бегать там по долинам и по взгорьям, заниматься гуманитарной помощью, еще какой-то работой. Это все нужно, 100% нужно. И мы и по сей день занимаемся. У нас есть люди специально, которые этим занимаются. Пастора должны заниматься людьми и заниматься душепопечительством. То есть людям нужна надежда. И мы также начали делать такие, назвали их лидерские интенсивы, когда мы собирали там пастора, команду, и мы обсуждали несколько таких направлений. Доктрины, все ли мы правильно учили, все ли мы правильно делали. Вот тогда вот время вот такое вот непростое, это время перезагрузки, это время анализа, это время выравнивания, время покаяния и так далее. То есть давайте возвращаться к Евангелию, давайте возвращаться к христоцентризму. Мы должны понимать, какое слово мы несем людям. Второй момент, что мы обсуждали, это структуры церкви. Как мы можем выстроить структуру церкви так, чтобы церковь была эффективна в сегодняшнем времени и в служении, и в тех вызовах, которые есть сегодня. Третий момент, это культура церкви. Потому что все события, которые происходят, а как мы будем делать то, что мы будем делать? Потому что все на нервах. Даже если ты не понимаешь, то ПТСР у всех срабатывает. Это послевоенный синдром? Да. И четвертый момент, это планирование. Церковь будет дальше функционировать в Украине или нет? Какой она будет? Что мы будем делать? Кого нам нужно сегодня подготовить? Потому что помимо пасторов качественных, нам нужно иметь душепопечителей, нам нужно иметь консультантов, нам нужно иметь психологов христианских, нам нужно иметь волонтеров, капелланов и так далее. То есть все это нужно развивать, и над этим нужно работать сейчас. Потому что когда закончится война, у нас будет вызов колоссальный. Это огромное количество детей, без родителей, сирот, неполноценные семьи, вдовы, калеки и так далее. Просто люди, которые... А с ними нужно работать, потому что после войны человек, вот сколько мы видим в Америке ветеранов, которые бездомные, просят деньги, это же после войны эффект. И мы не знаем, какой эффект еще ожидать. И поэтому вы правы, уже сейчас нужно с этим людьми работать. И вот очень много церквей, они хорошо с этим справляются. То есть есть единство в обществе Украины, не только социальное общество, да, все. А и христианское сообщество тоже имеет достаточно хорошее единство на сегодняшний день. Мы молимся вместе, недавно был такой национальный день молитвы в Украине, в Киеве он проходил. Вы вернулись после Польши в Киев и стали одним из служителей и сейчас ответственным за объединение. Да. Сколько у вас в объединении церквей? У нас на сегодняшний момент 41 церковь. Слава Господу. Да. И вы руководящие? Да. Вот. И сейчас есть достаточно много церквей, которые хотели бы тоже присоединиться. Вот. Поэтому как бы работаем над этим, помогаем, начинаем даже новые церкви за этот период. Четыре новых церкви начали сейчас в процессе там регистрации. Пусть Господь поможет вам и благословит, и жизнь сохранит. И те люди, которые сейчас тоже в таком периоде жизни, когда не знают, что будет завтра, не знают, проснешься ли ты, что прилетит тебе на голову. И с этими людьми, прижившие уже травму, уже покалеченным. Я хочу спросить, много вопросов, но я хочу уже отобрать, поскольку время ограничено, у нас 7 минут осталось. Низка слов, скажите о вашей семье, о вашей супруге, о ваших детках, какие они? Ну, как вы уже сказали, мы женаты 33 года. Мы вместе в служении, все это время. Дети у нас уже взрослые, замужем, женаты. Сейчас в Америке живут, потому что они граждане Америки, и им пришлось после всех этих событий вернуться сюда. Хорошо. Младший сын живет в Техасе, в Далласе. Он сейчас военный, национальная гвардия Техаса. Вот оно что. Да. Средняя дочь, она живет здесь, в Сакраменто. Хорошо. Они входят в церковь, в дом отца. Вот должна родить не сегодня, а завтра. Пусть Бог благословит. Второго внука. И старшая дочь. Ну, третьего, да. Вот у нее второй мальчик будет. И старшая дочь живет на Гавайях, на Бегайландии. У нее тоже мальчик маленький. Слава Богу. Кстати, у вас очень такая крепкая дружба с пастором Владимиром Ярмаляком. Да. Известный пастор в нашем городе, очень активный. В чем его сильные стороны? Я думаю, что у него такое очень пасторское сердце. Он открытый, он внимательный, он любит помогать людям, служить и так далее. Поэтому достаточно много людей приехало. И вот с нашего региона, с нашей церкви, там, Мелитополь и нашего объединения, которое там было, достаточно много. Я так думаю, что около, наверное, 150 человек. С вашего Мелитополя, у него в церкви, то есть, вот как он так легко. Ну, все-таки, не только дом отца, у него еще сердце отца, пастора Владимира. Поэтому он многих приглашает. И вы тоже через лет уже приехали и в гости. И в Киеве вас ожидает опять, будьте возвращаться, ожидает та работа, о которой вы сейчас говорите. И я не знаю, если кто-то хочет как-то с вами связаться. Через пастора Владимира можно все? Да, можно через пастора Владимира все сделать. Хорошо. Вспомните примеры жизни ваших родителей или супруги, который вас впечатлил или который запомнился на всю вашу жизнь? Ну, вы знаете, вот если говорить о моей супруге, жизнь у нас непростая. Мы за это время переезжали больше 30 раз. И иногда оставляли все. Вот у нас такой был момент при переезде в Крым. Мы в Мелитополе только построили новый дом. Построили новый дом. И когда мы его уже заканчивали, я помню, мы сидели в машине с ней и разговаривали. Я говорю, ты знаешь, вот я молюсь, и у меня такое чувство, что мы в этом доме жить не будем. И она говорит, только не начинай. Не дай бог ты его кому-то подаришь опять. Потому что мы все время что-то кому-то дарим. Я говорю, нет, я не об этом, но вот что-то у Бога, какие-то мысли. И буквально мы на Новый год заехали в этот дом. И через два месяца я поехал в Крым, начал работать с Крымом. И год я еще ездил туда-сюда. Они были в этом доме, жили, а я практически жил в Крыму. И потом мы все оставляем и переезжаем в Крым. По сути дела мы и года не пожили в этом доме. Представляю. И потом со временем пришлось его продать. И потом мы опять вернулись в Мелитополь и опять у нас дома нет. Какая золотая у вас супруга. Да, моя жена такая, что она понимает, она сама слышит Бога достаточно хорошо. Она понимает, что когда какие-то вещи я говорю, это не просто болтовня. И мы на эти темы рассуждаем, молимся. И, наверное, самое большое, вот то, кем я стал в своем служении и так далее, наверное, огромная часть – это ее заслуга. Слава Богу за таких жен, которые имеют, вот впоследствии, которые имеют таких мужей, служителей и героев нашего времени. Я хочу спросить, кто были ваши духовным наставниками? Кто на вас повлиял так духовно? Вы знаете, когда мы в Америку приехали, один из преподавателей института нашего, у нас прям были очень хорошие и близкие отношения. Он был моим духовным таким наставником, отцом. Как зовут имя? Ричард Хэннер. Не знаю. Потом, впоследствии, уже чуть позже, я был вхож в разные группы христианских служителей, тоже американцев, которые были меня в два-три раза старше. Потому что я начал свою пастерскую деятельность в 20 лет. Слава Богу. Да. Но вы в пятом поколении верующий, поэтому это очень хорошо. Кто был следующим именем? И потом, со временем, мы уже подключились и работали с церковью Гейтвэй в Далласе. Такая церковь есть. И у меня там достаточно много друзей, еще до начала всей этой церкви. Слушайте, как же приятно. Пастер с Украины больше имеет американских друзей, чем мы, которые здесь тоже прожили большую часть жизни. Спасибо вам. В чем для вас смысл и счастье жизни? Наверное, для меня смысл жизни – это то, что я служу. Это не просто какие-то вынужденные темы. Это мое призвание. Я от этого получаю наслаждение. Я очень счастлив от того, что есть огромное количество людей, на жизнь которых я повлиял. А счастье? А счастье – то, что у меня есть хорошая семья. Слава Богу. Вспомните, на какую тему последнюю вы проповедь говорили? Я проповедовал буквально прошлое воскресенье в церкви «Дом Отца» Евангелие через призму притчи о блудном сыне. У вас есть полторы минуты, даже чуть больше. Ваша камера ожидает вас. Что-то передайте, самый, как говорится, сгусток этой проповеди для наших слушателей. Наверное, основная тема этой проповеди – это сердце отца. И мы всегда говорим, это тема о блудном сыне, мы замечаем блудного сына. Но там есть старший сын. И вот интересно, что сердце отца заключалось в том, что отец выходит навстречу и к младшему, и к старшему. И младший, который все прогулял, прокутил и вернулся таким сломленным, с осознанием того, что он ничего не стоит, и отец его встречает и берет в дом. И старший, который всегда был в доме отца, таким правильным, самонадеянным, праведным и так далее, он не заходит в дом отца. Это трагедия, я думаю. И я думаю, что для нас, как для верующих людей, мы часто друг друга меряем, кто правильный, кто неправильный. И старший сын, он не захотел пойти и найти своего младшего брата. Или рядом сесть. Или рядом сесть. Но суть этой притчи в том, что есть отец с любящим сердцем, и есть старший брат, потому что отец разделил имение между старшим и младшим братом одновременно. И младший мог вернуться только за счет старшего. Но старший этого не хотел. Но у нас есть такой старший брат, это Иисус Христос, который знает сердце отца, который пришел, чтобы нас найти, чтобы за нас заплатить и вернуть нас в дом отца в отношении с ним. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова